Get Fun на связи! Понемногу закрывая дела в реале, возвращаюсь к работе над каналом. Жмите лайк, если ждали этого. А первым делом теперь поговорим про давно напрашивающийся для обзора корабль Сент Винсент. Бесплатная тундра с крупнокалиберной артиллерией и пачкой новых механик. Что это? Главный корабль в порту или ситуативная коллекционная техника не для всех? Отвечу на этот вопрос в разборе характеристик и покажу корабль во всей красе в бою. Будет интересно, так что смотрите до конца. А еще можете написать в комментариях свою оценку, для того, чтобы новички могли узнать не только мое мнение, но и мнение большинства. А заодно можете подписаться на канал, чтобы в ленте появилось больше видео про корабли, реальные и игровые. В плане живучести Винсента можно смело охарактеризовать как боевой картон. Палба тут всего 40 миллиметров, а остальное просто куром на смех. Борт 32 миллиметра, а оконечности так вообще 25 миллиметров. Так что будьте осторожны, урон кушает корабль будь здоров, причем от большинства калибров в игре. Даже 380-ки не рикошетят от Винсента. Единственное, что спасает от быстрых путевок в порт, это заниженная цитадель, но под фокусом и белого урона хватает с лихвой, так как хп тут катастрофически мало, как длинкора. Но справедливости ради подчеркну, две штуки, которые прикрывают эту катастрофу и не дают в бою быстро склеить ласты при размене урона с противником. Британский дивизион, к примеру, очень высоко эффективен в восстановлении именно белого урона, которому Винсент очень уязвим. Ну а также важно помнить, что показатель маскировки этого линкора заметно выше среднего, так что большую часть сражения мы можем уходить от ударов вообще. Самим же наносить урон на Винсенте дело нехитрое, для этого тут есть сразу 9 457-мм орудий. Причем в отличие от классических британцев, реализации фугасов тут второстепенное направление в глобальной тактике, хотя и фугасы, отмечу, что тут мощные и имеют высокий шанс на пожар, так что на безрыбье и их заряжать можно. Тем не менее ключ в реализации артиллерии тут скорее всего в бронебойках. И хотя до Ямато снаряды не дотягивают и 32-мм обшивку пробивать в нос не получается, но благодаря высокой кучности при правильно выбранном моменте залп Винсента может стать сокрушительным и вот это игнорировать нельзя. К тому же у этих стволов подкручены взрыватели, чтобы упростить работу по крейсерам, а дополнительным приятным бонусом комфортного геймплея является перезарядка выше среднего. Короче, стрелять тут одно удовольствие. Ну а в качестве спорной фишки, которой разработчики хотели подчеркнуть ближний бой, тут являются торпеды. Они конечно не простые, имеют удобные углы пуска за счет доведения при сбросе и просто шикарнейший урон, только вот торпед мало, так что рекомендую на них многого не ставить. В лучшем случае спасут от тарана, хотя во время сражения я покажу вам, как этот спорный плюс может влиять позитивно на реализацию артиллерии и думаю, что многим это понравится. Ну а в качестве приятных дополнительных фишек отмечу наличие заградки и приятное ПВО, так что авику зубы поломать мы можем легко. А еще тут высокая подвижность под форсажем, что позволяет реализовывать фланговую тактику с высоким комфортом при игре. Ну а благодаря тому, что данный обзор выходит уже после выхода ветки из раннего доступа, то данные слова можно подкрепить еще и цифрами, возможно вам это понравится. На данный момент усредненная статистика по серверу у Винсента занимает второе место по винрейту, и если это не повод сказать, что линкор имеет высокое влияние на ход сражения, то я даже не знаю, что может стать поводом для таких слов. Но только стоит помнить, что это все справедливо только лишь если вы научитесь на корабле выживать, ведь выживание ниже среднего, что и выделяет существенную уязвимость в живучте, о которой я рассказывал ранее. Ну а с нанесением урона, благодаря крупнокалиберной артиллерии, проблем тут совсем нет. По чистым цифрам, Винсент на пятом месте среди линкоров 10 уровня, и это немного, но хуже коня. Только вот благодаря совершенно иному выбору целей и меньшей зависимости игры от фугасов, опыт Винсента в топ-3, что сильно лучше и коня, и тундры. Так что да, корабль в руках истинных мастеров фланговых атак, мне кажется, тащит. Если вам такой тип геймплея нравится, то безусловно, Винсента обязательно качать. А вот если вы хотите получить в порт простой и понятный линкор с простой и незамысловатой тактикой, то вот в этом случае лучше даже не начинать качать эту ветку. Если вам интересно, с каким билдом я предпочитал катать британцев, то он перед вашими глазами. В перках выделяю особое внимание расторопному. Ведь используя инвиз и базовую высокую скорость, с перком мы стремительно меняем фланг и подстраиваемся под ситуацию. В остальном, билд базовый на живучесть. Хотя и стоит отметить, что лично я предпочитаю украсить его перком на бронебойные снаряды, ввиду того, что негативные качества этого перка слабо отражаются на моей игре, из-за избегания попадания под фокусированный огонь благодаря маскировке. В модерках все тоже по классике. Концепт быстрого, точного линкора, который на маскировке старается выходить во фланговый бой. Ну а как это реализовать в течение сражения, я сейчас покажу. Скучно не будет. Чубраги. Тут меня возвращает обратно в тему о британских линкорах, которые абсолютно картонны, непонятно, как на них играть. Играть на них достаточно просто. Нужно, понимая, что ты картон, стараться фокус не отлавливать. То есть в плане геймплея Сент-Винсент, он такой, знаете, ближе к линейному крейсеру. Такой кораблик с очень злой артиллерией, но с весьма ватными бортами. Поэтому в бою мы выполняем не столько роль линкора, сколько роль крейсера. Ну такого тяжелого крейсера. Ну а для крейсера ключевая характеристика выживания это... Это незаметность, это скорость, это неожиданность и правильная позиция. В этом бою, к сожалению, все плюсы Винсента не получится показать. Просто потому, что у нас, если мы все Винсенты будем играть от третьей линии, то вопрос, кто же в нашей команде будет танковать. Вот у противников целый пул здоровых классических линкоров. И даже суперлинкоры там тоже есть в большом изобилии. А у нас с линкорами беда. Так что тактика сразу для команды, скорее всего, разрисовывается такая. Сейв... Сейв... Ну и смотрите, Винсент... Винсент... Винсент знает, что тут делать, да? Винсент играет от незаметности. И я, собственно говоря, шел в ту же самую сторону. Так вот, британцы, обратно возвращаясь к теме, позиционируются как линкоры-охотники, да? То есть охотники. Мы не ДПМные бойцы. Мы не бойцы, которые постоянно стреляют. Мы бойцы, которые стреляют редко, но я надеюсь, что очень метко. То есть, допустим, вот этот момент с тундрецом бортом. Ну, я просто не мог упустить. Жахнул по нему, но... Все, видите, дальше пропал засвета. Буду ли я делать сейчас второй залп? Вопрос, вопрос. Потому что, видите, по мне уже прилетает. И я уверен, что если бы сделал второй залп, то по мне скорректировали и дали бы второй удар бы. Ну, вот так получается, что я просто упустил, упустил возможность подамажить. Тут скорее против меня играет Мэксоватость. Так, 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 так. Ну, что будем делать? Смотрите, на самом деле я думаю... Вы... Я думаю, что если Шлифен... Боец... То, гипотетически, мы имеем шансы тут на прорыв. То есть, как только Шлифен возглавляет атаку, мы такие ноти-ноти-ноти-ноти-ноти-ноти. И вслед за ним, вслед за ним. Ну, это не точно. Так, кстати, на поле. Все, здравствуйте. Вот и обмен такой. Обмен залпами. 3000 на 20 тысяч. Все, дальше отваливаем на форсажа в сторону незаметности. Ну, и попутно, кстати, вот по Кремлю, может быть, успеем откидаться. Но это не точно. Смотрите, он уже отсвечивается. Маневрирует. Я не уверен, что нам будет... Правильно по нему стрелять. Второй момент. То есть, я не вижу смысла сейчас делать правую циркуляцию, потому что мы надолго встрянем. Синяя линия. Ну, и, короче, в общем-то, мы упустили возможность на какую-либо агрессию. Так что мы, как крейсер, ну, опять же, меняем позицию сейчас на ту, где в скором времени откроется возможность для ведения активного боя. То есть, активной стрельбы. То есть, ту часть карты, которую противники просто будут вынуждены подставлять в борт. Так, шлифинг пошел в бой. Ну, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, симка уже откручивается. Так, ну... Вот. По-моему, опять мы подловили момент. Вопрос, пойдем ли? Вот, вот, еще залп, да? То есть, по сути, мы сделали только два результативных залпов в бою. Всего два залпа. Но зато какие их залпы? Зато какие их залпы? И опять отваливаем, опять незаметные. И опять ждем лучшего момента для удара. Вот вся вот эта вот история про то, что Воу-воу-воу, новые британцы с ПМК и торпедами. Знаете, это вся история про то, какие есть альтернативные возможности влияния на ход боя. Но ключевая... Ключевой геймплей, образующий момент, это, конечно же, незаметность, неожиданность. И все вот это вот, все вот это вот такое вот. То есть, я очень рассчитываю, что я сейчас помогу симке перезахватить точку. Вот прям вот очень рассчитываю. Нам нужна. Нам нужна эта возможность. Да чтобте. О, панцы. Сейчас мы можем озвезделиться от Кремля, если он успеет отреагивать. А вот нет, не успел. Просто потому что мы были неожиданны. Неожиданно для него он, скорее всего, тоже... Он удивился нам так же, как и мы удивились ему. И он рассчитывает спрятаться за остров, да? А мы такие, знаете, и бьем очередной рекорд залпа в этом бою. И что самое важное, что вот такой вот геймплей охотника, он справедлив и для девятки, и для восьмерки. В общем-то, все вот британцы, они, в общем-то, вот про такой геймплей. То есть, на них главное не начать вдруг считать, что ты какой-то супер линкор и начинать там пытаться... Ну, вот классическими способами влиять на сражение. То есть, иначе может стать... Ну, вы видите, да? ХП-то это... Быстро. Пока Хоругума стрелял по нам, звездец к нему подкрался. Незаметно. Ладно, я думаю, и без меня Шерман 3000 уже добьет. Добьешь же. У тебя у самого там ДПМ не хуже, чем у Хоругума. А мы сейчас просто займем позицию и попытаемся отомстить тому, кто на Шермана будет сейчас покушаться. То есть, это может быть либо Гляф, либо Кремль. Ну, с Кремлем, знаете, вот в ромб вряд ли мы его раздамажим. А вот Гляфа вот в этот мужем встретить таким залпом, после которого он просто сгинет. Сразу меняем позицию. Меняем атакующий борт. Я... Он, он, скорее всего, будет убегать вот сюда. Спасибо, но излишне, излишне. Я вот ожидал. Я, напротив, хотел сам себе посвятить, сам себе самого ударить. А теперь у него есть... Маленечко... Фора. Но не. Она не помогла ему. Тут, кстати, возможно, тот самый случай, когда мы сможем воспользоваться торпедами. А, нет, не смогли. Не дожил он просто до этого славного момента. Очень интересный момент. Так, ну, мы идем сюда. Вот, нам точку А надо перезахватывать. Вот, здравствуйте, здравствуйте, Петропавловск. Как ваше ничего? Сейчас я его сделаю чуть-чуть хуже, чем было. Упс. Очень хуже, чем было. То есть, активный бой, это вот, ну, прямо для Винсента, это очень даже. Кстати, не ожидал, что в таких условиях боевых, ну, получится... Получится что-то такое сделать. В нашу сторону, кстати, сыграло то, что противники, видимо, не просекли вот эту фишку. Они могли нас через деф выиграть, да? Но они решили сыграть через атаку и вот наподставлялись, наподставлялись. Тот же самый Кремль. Так как у Шермана не больно, видимо, есть настроение играть в захваточек, а я вот вижу, что все пипец, как все плохо. Ну, вот, нам нужна точка, прямо нам реально нужна точка. Это еще совсем не победа. Ждать от тундреца, что он подставится, это чудес ждать. Тут очевидно, что он понимает, что все против него. И он просто играет на деф. Так что стреляем, дамажим, стреляем и все. Тут перезахватываем. Нам тут нужно... Так, он опять все не по нам стреляет, так что мы опять сделаем залп. А после... А после... Доигрался. Доигрался Венис. Зря, зря вышел вперед. Правда, вот зря вышел вперед. Ну, блин, мы проиграли, друзья. Вот мы проиграли. Эх, а такой мог быть бой. Победный все дела. Просто я сомневаюсь в том, что мы успеем. Надься. Зря, зря, зря в чате воюешь, тундрец. Зря. Потому что пока ты пишешь сообщение, твой противник, цель и твой борт. Теперь он, кстати, в отвратительной ситуации. Уйти ему некуда. Мы идем тупо на сближение. Просто у нас есть, что, торпеда? У нас есть еще ПМК. Торпеды мало. А как видите, там и время перезарядки у них. Ого-го. Какое. Да и углы наведения такие приятные. Все. По-моему, тундрецу, да. Тундрецу все. Врагу не сдается наш грозный варяг. Так, надо до Ямато дотянуться. Надо всеми правдами и неправдами до Ямато дотянуться. Так, что, он потихонечку идет вперед. Все еще? Нет, он уже тормозит. И да пребудет с нами удача. Надо прям валить с его. Едет вперед. Монтан, кстати, молодец. Так долго живет. В условиях, когда я его так фокусил эсминец на старте. Вообще молодец, что дожил. Добьем Ямато, кстати, это будет, скорее всего, победа. Но не. Не, ну вообще, кстати, по времени... Ну, блин, я просто не верю, что... Тундр... Ой, Монтана выживет. У нас вот реально проблема с тем, что... Выживание. Команды вручили. Да, что б тебя. Какая... Неприятность. Ну, сейчас ему конец будет. Время. Монтана. Давай, 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 добивай! Бегу на точку. Блин, время, чуть-чуть, чуть-чуть, а! Ха! Черт побери, черт побери, черт! Кремля чуть-чуть не добили. Один залп до победы, один залп до победы, просто залп до победы. Да какая жалость! Да ну нафиг, блин! Ммм... Какие минусы Артема и Винсента? Да это живучесть так себе. Если ты заметил, по лицу получаем ого-го как. Юра, а как ты за дублоны что-то продашь? Только за серебро можно продавать. Ух! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok